Так, ну и еще немного о насилии. Если вы не расслышали, то данный человек с камерой, он полицейскому сказал, что он в погонах. И что дальше происходит? Полицейский начинает его тупо шевелять о пол. Ну, как бы, где башка вообще? А если бы человек упал, разбил себе голову и отъехал бы. Что бы тогда было бы? Очень часто у нас полицейские любят такую формулировку, как поведение, которое не соответствует обстановке. Обычно они эту формулировку используют тогда, когда фальсифицируют 130 статью. Но в данном случае абсолютно конкретно, четко данная фраза, данная формулировка подходит к поведению полицейского. Да, тебя там обозвали. Хорошо, обозвали тебя и, не знаю, ты вот на улице, 5 на 5 с человеком решил разобраться. Вот в этой бы обстановке такое поведение было бы адекватным и соответствовало. Но нет, ты же полицейский. Зачем ты его бросаешь от пол сразу же? То есть хорошо, это оскорбление, окей. Но если это, ну как, оскорбление личности ты считаешь, то пожалуйста, обращайся в суд. Вот, с исковым заявлением, там, про взыскание морального ущерба. Если же ты считаешь, что это административное правонарушение, составляет административные материалы. Зачем ты сразу бросаешь его от пол, полицейский, если ты вообще полицейский? Непонятно, ну как бы мне понятно, потому что вот так вот их научили. Сколько раз нужно повторять еще, что задержание, это не обязательно применение физической силы и спецсредств. Не обязательно. То есть он должен ему четко было и внятно сказать, вы задержаны по факту административного правонарушения, по такой-то статье, разъяснить ему права, дать возможность ими воспользоваться. В том числе, там, вызвать адвоката и т.д. и т.п. Нет, надо просто взять и бросать человека в пол. Вот с этим насилием нужно что-то делать, потому что у нас вот любят все переводить стрелки куда-то, типа там, на коррупцию, да, вот на эти взятки какие-то. Ну, окей, это все плохо, все эти взятки. Но вот этот вот беспредел, это, по-моему, гораздо хуже. От беспредела страдают гораздо больше людей и гораздо больше вреда людям, народу, да, и в том числе самой полиции от этого хуже. Потому что, глядя на вот это вот, такое вот поведение со стороны полицейских, никто им не будет доверять. Доверие будет на нуле, потому что это непрофессионально. Это не обязательно бросать человека в пол, даже если он тебя обозвал в погонах. Все. Ребята, вызовите полицию. Руки за спину, руки за спину, я сказал. Вызовите полицию, я не могу, руку за спину. Вызовите полицию. Да, Сань. Телефон, я сказал, руку за спину. Да я не могу, дай останусь. Настанусь. Никакой? Да, высполняйте. Руки убери. Какой инспектор? Ты мне представился? Руки, нахуй, убери, отнесу. Лёха, надо снимать. Тогда я встану, ты чё? Мам, иди отсюда. Почему так? Руку за спину. Я сказал, руку за спину. Тогда я встану, что ты исполняешь, ты. Какой полна, это смешно. Смешно. Встань с меня, блядь. Мам, пусть Лёха поднимает на мой. Я на свой снимаю. Хорошо, группу напиши, чтобы приехали. Пароль, блядь. Пароль, блядь. Ну, блядь, сейчас. Встану, вот. Послушаем. Сосуром можно написать, пацан. Снимаем. Снимаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...